Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Также была признана Объединенная Независимая Армения. 21 июня 1992 года герой Арцаха Леонид Азгалдян стал жертвой вражеского выстрела. Ереван призывает Баку не искажать исторические факты. В Китае поднята проблема сохранения армянского культурного наследия. Семинар проблемы истории Ширвана. Завершены раскопки дворца Чесара Орбеляна. В книге представлено зверство Баку в отношении памятников Арцаха. В Севере был подписан турецкий договор, которым была признана также Единая Независимая Армения, подчеркнул Арменак Абрамян. У нас была возможность обеспечить справедливость в отношении армян после геноцида, совершенного в Западной Армении. С момента формирования Легиона Востока в Армении добровольцы достаточно хорошо поняли, что международные соглашения и обещания становятся реальностью только силой оружия. Согласно Северскому пакту, за которым последовало орбитажное решение президента Вильсона, территория Армении должна была охватывать около 160 тысяч квадратных километров, включая Арцах. Было очевидно, что ситуация во многом определялась отношением между Россией и Кемалийской Турцией. 21 июня 1992 года герой Арцаха Леонид Асгалдян возле села Тоношен Мартакерского района стал жертвой вражеского выстрела. Леонид Рубенович Асгалдян – физик, военный деятель, герой Арцахской освободительной войны. Родился в 1942 году в Тифлизи, в семье переехавшего из Камо Рубена Асгалдяна. С 1947 по 1959 года учился в школе Моровян Еревана. В 1960 году поступил на факультет физики Московского университета имени Ломоносова. Далее перевелся в Ереванский государственный университет. Окончил на отлично факультет радиофизики. Работал в различных сферах народного хозяйства. Занимался методологией планирования и проблемами автоматизации систем управления. Занимал должности заведующего отделом системного программирования и вычислительной техники Ереванского филиала Всесоюзно-научного исследовательского института атомных электростанций в научно-производственном объединении «Энергия». Со дня зарождения Карабахского движения Асгалдян, как ведущий военный деятель, участвовал в национально-освободительной борьбе. Сыграл активную роль в защите священных чаяний и достоинства наций от всевозможных посягательствах с оружием в руках. С февраля 1990 года командовал армией независимости. Организовывал самобороны в ряде районах, особенно в Артениси. Участвовал в освободительных боях, в том числе в первом нападении на Нюваде. После кровавой провокации на вокзале и Совета Шене 27 мая спланировал и осуществил препятствование проникновению советских каратистских войск в Ереван. В дальнейшем Асгалдян связал свою судьбу с Арцарской освободительной войной, действуя в Шоумянском и Мартакерских районах. В июне 1991 года, чтобы придать Арцарской освободительной войне новый импульс с Овсепом-Овсепианом, создал военную организацию «Овсепианная армия», которая вследствие объединения усилий Армении, Арцаха и Диаспоры обеспечила новое качество в цепи движений, служивших в борьбе армянского народа за выживание, оставаясь главнокомандующим до последней минуты собственной жизни. Министерство образования, науки, культуры и спорта в Восточной Армении официально опровергает аппликации на различных медиаплатформах Азербайджанам о том, что работы по укреплению, ремонту и восстановлению недвижимых памятников армянской истории и культуры, находящихся на территориях между Восточной Арменией и Баку, преследуют цель устранения албанских следов. Подобная информация является очевидной ложью, очередным проявлением манипулятивной политики Баку по фальсификации исторических фактов, отмечается в сообщении. Министерство опубликовало список церквей, которые ремонтируются или будут отремонтированы. Церковь в селе Керан Ставужской области была построена в XIX веке из местного необработанного камня и представляет собой трехнефную армянскую базилику. Сохранилась надпись с датой постройки в верхней части окна Южного Нефа, подтверждающая факт ее армянской принадлежности. Справа от нее также надпись на армянском языке. Центральная церковь Суп-Асфатациям Воскепара Тавужской области построена в VII веке. Одна относится к постройкам раннесредневековой армянской церковной архитектуры. Раннесредневековая церковь Воскепар подверглась капитальному ремонту в 1975-1977 годах. Из-за проникновения влаги, вызванной атмосферными осадками, кровельное покрытие церкви было разрушено, балки крыши повреждены. Раннехристианский храм Ереруйка в Ширакской области, который также стал объектом бакинской информационной пропаганды, и представлен как турецкий памятник сложной исторической претензии, включен в предварительный список всемирно-культурного наследия ЮНЕСКО и в список Европы ностры памятников культуры, находящихся под угрозой исчезновения. Мы призываем соответствующей власти Баку не искажать исторические факты, а также обеспечить сохранение армянских исторических и культурных памятников, находящихся под контролем Баку. В частности, обеспечить визиты международной наблюдательной миссии для мониторинга армянских памятников на территории Арцаха. В китайском городе Циндао прошло второе заседание Совета Азиатского Альянса по сохранению культурного наследия. Как страна-учредитель, в заседании также приняло участие и делегации нашей страны. Представитель нашей делегации обратил внимание стран-участниц на многочисленные случаи уничтожения, искажения и присвоения армянского культурного наследия, имеющую тысячелетнюю историю. Подчеркнута необходимость укрепления международных механизмов защиты культурного наследия, в том числе потенциала ЮНЕСКО. Также подчеркнута важность полной и эффективной имплементации ГАКской конвенции ЮНЕСКО 1954 года. Следует отметить, на различных площадках Баку неоднократно пытается представить армянскую культуру и наследие албанскими. В Национальной Академии наук стартовал семинар проблемы истории Ширвана, проводимый по инициативе научно-аналитического фонда ГЕХАРД. Цель проекта на основе исследований, проведенного учеными, выявить истинное наследие исторического Кавказского региона, опробергнув ложные утверждения властей Баку о тысячелетней культуре и истории региона. Тема выбрана не случайно. Не секрет, что Баку всеми возможными способами крадет и присваивает историю и культуру соседних народов и государств, пытаясь создать свою собственную историю, выделяя для этого все возможные средства. Ширван в историко-географическом плане сегодня находится на территории, контролируемой Баку. Однако наследие, которое создавалось в регионе веками, не имеет никакого отношения к азербайджанскому, подчеркнул директор научно-аналитического фонда ГЕХАРД РОБЕРТ КАЗАРЯН. Дата начала конференции также символична. Начиная с 2000 года, Организация Объединенных Наций в 20 июня отмечается как Всемирный день беженцев. Завершены раскопки на территории дворца князя Чесара Орбеляна XIV века. Прилегающие к нему церкви расположены в селе Орс Общины Ерис в Аюдзорской области. Руины дворца и прилегающие церкви очищены от слоя почвы. Фундаменты сооружений были вскрыты изнутри и снаружи. Обнаружено множество важных строительных камней, опор, колонн. Одновременно проводились обмерные работы и подготовка проекта реставрации группы памятников. В результате раскопок обнаружено множество археологических находок. Керамика, каменные и металлические предметы, надписи. Также три десятка детских захоронений, сделанных на руинах церкви. Опубликована книга «Государственная политика вандализма в Азербайджане», где представлено зверство Баку в отношении историко-культурных памятников Арцаха. Книга издана при поддержке энто-культурного центра Арцах Армянской национальной культурной автономии Краснодарского края. Презентация книги состоится в ближайшее время. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин